Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале АБН, и по старой доброй традиции, вечерком после работы мы беседуем с экономистом, предпринимателем, политическим и общественным деятелем Дмитрием Потапенко. Дмитрий Валерьевич, совсем вы забыли Александра Бабылева и его скромный канал. Я, конечно, понимаю, что вы витаете в своих политико-экономических империях, но все-таки вас не хватает, скажу вам честно и без всяких экилоков. Чем вы оправдаетесь перед аудиторией? Оправдаюсь только то, что как раз пришла осень и стало как раз холодать, и поэтому я возвращаюсь после тепла, возвращаюсь как раз к нашим душевным посиделкам вечерним. Поэтому теперь это еще плюс программа выйдет на Потапенко прямой, обязательно подписаться на Сашу Бабылева. Те, кто не подписан на Сашу Бабылеву с Потапенко прямого, а с Сашей Бабылеву подписаться на Потапенко прямой. Поставить лайк, шер или шер в обязательном порядке. И плюс еще мы, как только я преодолею свою техническую некомпетентность, будем стримить. А это будет уже на следующий раз. Мы выберем день, когда вместо того, чтобы делать это записной, мы будем делать это живым общением с вашими вопросами. Помимо того, что Саша пишет великолепный сценарий, который мы сейчас будем отрабатывать, мы будем отвлекаться на ваши вопросы. Так что готовьтесь, получите, распишитесь. Да, друзья, но сегодня пока обычный формат, значит, и сегодняшний эфир мы решили посвятить экономическим вопросам, которые, ну скажем так, вызывают серьезное беспокойство не только у меня, но и у большого количества людей, на которые следует обратить внимание. Дима, это правда не в чистом виде экономическая тематика, ну, в такие времена живем, уже не отличить, где заканчивается то, что называется экономикой и начинается то, что называется политикой. А кто сказал, что политика это перепачканная, не скажу в чем, экономика? Да, это моя фраза. Политика это перепачканная, не скажу в чем, экономика. Вот, тогда я тебя к месту процитировал. Значит, первый пункт у нас такой, я его назвал «Лед тронулся», мы в совместных эфирах наших и по отдельности каждый много говорили об этом преусловутом развороте на восток. Друзья, мы показывали, что этот план по многим причинам так себе, и не стоит возлагать особой надежды на тамошних, как нам было сказано, добросовестных партнеров. Я сейчас, ты знаешь, процитирую для зрителей, ты это все знаешь, но просто чтобы зрители как-то так вот прочувствовали силу треска этого льда, который, как я сказал, тронулся. Цитирую по РБК заявление мэра Москвы Сергея Собянина на Международном экономическом форуме. Россия не стоит полагаться на азиатские страны в вопросе получения современных технологий, поскольку они действуют еще жестче, чем Запад, когда дело касается их интересов. Вторая цитата. Восточные рынки мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная война, запятая экономическая война. Следующая цитата. После разворота России на восток из-за санкций, введенных за войну с Украиной, азиатские страны решили выжать максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Кто бы сомневался, замечание мое. В частности, они активно предоставляют своим компаниям различные преференции, по сути демпинг, и накручивают цену на их продукцию. Никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни тем более в микроэлектронике. Более того, нам открыто говорят, хотите получить какие-то технологии, получайте готовый продукт. По словам мэра, Россия сталкивается с еще более сильным давлением, когда отказывается идти на такие условия. Да не может быть, опять замечание мое. Ссылаясь на то, что ей нужны в лучшем случае комплектующие, которые она собирается заменить в скором времени. Ну, то есть, как-то на рынке называется термин какой-то есть специальный, забыл, вспомню, там доложу. Нам говорят, мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, по нормальным ценам. Вот двойная цена, пожалуйста, рассказал Собянин. Кстати, в недавнем интервью Ире Воробьева и Наталья Васильевна с тобой, хорошая знакомая, сказала, что Китай сейчас запретил дроны в Россию продавать, массы более 4 кг. Таких примеров много. Ваш комментарий, Дмитрий Валерьевич? Мы про это говорили. Ну, то бишь, смысл-то сейчас чего, моросить-то на эту тему? То, что Китай, нет никакого друга, и что если ты, ну, вот здесь основное противоречие, для нелетающего ты слишком в ее, за мой французский. Потому что в данном случае, да, мы будем обычными покупателями. Далеко ходить не надо, что понятно, что большая часть чиновников, которые подменили все религии одной штукой под названием государство, просто обувают всех и друг друга, и рассказывают о том, что, в общем, можно что-то импортозаместить. В очередной раз там показывают R-фон, который на самом деле бангладешская поделка, которая стоит в три раза дешевле, со характеристиками лучше, чем у этого R-фона. Они туда сделали пришлепку в виде так называемой российской операционной системы. Операционная система для столь небольшого, как бы, такой популяции Российской Федерации, ну, она бессмысленна, потому что операционная система должна развиваться мало того, что на конкурентной основе, но она должна иметь большое количество тестировщиков. А когда у вас тестировщиков всего там 60 будет миллионов, даже если вы принудительные заставите всех перейти на эту систему Aurora, ну, это вообще разговор ни о чем. Потому что такое количество тестировщиков, я думаю, привлекается исключительно даже в качестве волонтеров, теми же, соответственно, создателями виндов и оси. Поэтому ничего экстраординарного. Другое дело, что вы выйти из этой петли-то они уже не могут. Вход рубля, выход два. Куда дальше-то разворачиваться? Хорошо, разворот на восток не удался. Возвращаемся на запад. Там тоже мы уже как-то везде посрались. С востоком нас никто не ждет. Ну, то есть, куда бечь-то? Изображать из себя самостийность. А для того, чтобы изображать из себя самостийность, для этого надо было думать, а, первое, задолго до, а, второе, самое главное, что для этого должно быть что-то самостоятельно создано. А мы уже многократно обсуждали с тобой, что за последние более чем ста лет, в общем-то, Россия и заграданной державы, шагнув в индустриальную, так называемую, эпоху, она шагнула исключительно методом гоп-стопа, а не последовательным развитием своих производственных и производительных сил, так называемых. Попросту говоря, сначала обувь всех промышленников-предпринимателей и перерезав им горло на деньги, потом сюда просто американцы приехали и за деньги же ограбленных предпринимателей возвели всю так называемую советскую промышленность, медицинский факт. Поэтому как-то анамнез и предыдущие гены у нас не очень... То есть у нас отсутствуют гены как таковой промышленной политики, своей собственной, я имею в виду, не привязанной к мировым изменениям. Это очень важный момент. Ну вот с политической точки зрения. Такий Семенович Собянин. Он умный мужик. Да, хороший правлений. Значит, последствия разворота на восток, я думаю, что предполагал не хуже тебя, меняя. Я тебе, Саша, больше скажу. Абсолютно все, даже те, кто как это кричат про импортозамещение, если ты думаешь, что они как-то свято верят в то, что они произносят, нет. Они идут по другой логике. Я тебе это тоже уже многократно говорил нашим зрителям нашего канала. Нет более оппозиционных настроенных журналистов, чем ньюсрумы федеральных каналов. Они про всю эту пижню знают. Но только другое дело. А какой смысл, когда тебя кормят, поят? Я тебе рассказывал, соответственно, про аналитический отдел ФСО. Профессиональные ребята, очень отличные. Если они понимают, что будет прилет за, условно говоря, нежелательные, как говорится, тексты, зачем им как-то грушить свои ипотеки, свои микрохолдинги, в которых у них там работает мать, брат, жена, любовница и все остальные, собака. Про закредитованность сегодня поговорим. Ну, 31 триллион уже. Если раньше мы там обсуждали года полтора-два назад, что система финансовая будет крякать, когда 25 будет триллион, то за счет того, что как-то система порезана и фундаментально изменена, то бишь она откинута, но она перестала быть банковская, она стала быть административной, она сейчас может наращивать закредитованность населения практически до любого предела. А ты знаешь, что обычно говорится про закредитованность, просто чтобы сейчас закончить с этим, а не не сбиваться с основной мыслью, что мы по сравнению там с теми же самыми уважаемыми партнерами, у нас в абсолютных значениях кредитное бремя на населении вовсе небольшое. Но оказалось, что стоимость обслуживания этого небольшого бремени такая же, как у них там большого. В этом смысле ситуация вызывает тревогу. А у кого? Не, не, никакой тревоги здесь не может быть. У феодала, если тебе холоп много должен, так это наоборот хорошо. Это означает, что его имущество, его весь холдинг тебе принадлежит, его дети, даже будущий несобранный урожай тебе принадлежит. Поэтому почему тут должна тревога? Для феодала все хорошо. Наоборот, эту систему надо развивать. Закабаление – это самая правильная логика феодала. Они это делают очень великолепно, я считаю. Прям профи-профи. Я думаю, мы вот эту вот твою феодальную теорию давай с Щеллиным Павлом обсудим. Мне кажется, там есть что повыяснять, потому что тема такая стереометрическая. Ведь действительно, по сути, как так получилось, что состоялся такой камбэк после, казалось бы, развитого социализма. Что это вообще за петля такая историческая? Мне это крайне интересно. Мне кажется, что просто мы переоцениваем, что произошло в 1917 году. Чем больше я погружаю... Да нет, я иронизирую, конечно. Я понимаю. Я просто, когда писал те же две исторические книги, которые сейчас обратно вернулись ко мне в магазинчик, потому что они исчезали, там было переиздание уже, по-моему, пятое, что 37 невыученных уроков и жестокая экономика. Я, честно говоря, каждый раз, когда погружаюсь в исторические документы, понимаю, что не существует никакого капитализма, социализма и всего остального. Это все при придумке. Мы сами себе пытаемся подогнать какие-то рамки, которые, в общем, опираются на базу, на устройство взаимоотношений наших, нас друг с другом. Мы, попросту говоря, те или иные форматы наших взаимоотношений подгоняем, а потом придаем этому некому названию. Поэтому человечество очень примитивно с точки зрения своих реакций. Мне кажется, что в этом базе проблемка. Возвращаясь к Собянину, мы с тобой отметили, что человек умный, опытный, но одновременно с этим он политик. Вот он делает заявление, вот с твоей точки зрения, чтобы что. Вот он в политкорректной форме, говорит, что войну развязали. С точки зрения приличия все соблюдено, но это же ведь определенный Димаш. Давайте так, мы не детьим. Нет, это не Димаш, это общий тренд, в общем, как-то программу импорта, ну, саму логику импортозамещения, как ты уже, наверное, слышишь, уже последние два года практически она в тексте не существует. Даже слово технологический суверенитет, оно некоторое время помуссировалось, а сейчас оно даже в дискурсе не присутствует. Поэтому оно так возникает, но какого-то массового движения нет. Потому что, в общем, все прекрасно понимают, технологии, вот, по большей части, они все равно будут западные, никуда ты с этого не денешься. Дим, ну, прости меня, если об этом говорит Дерипаска, это понятно, да? Ну, то есть, а он уже там говорит, и в том же слове. Ну, да, он коммерсант. Но когда говорит чиновник уровня Собянина, это значит, внутри системы что-то происходит. Я вот просто, ну... Внутри системы, ну, внутри системы, давным-давно решение на предмет того, что мы будем работать пофигу кого-кем, ключевой вопрос, то, что мы... Это все проистекает от базисного, от того, что называется российско-украинский конфликт. Это просто вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения. Продолжу гнуть свою линию. Надеюсь, тебе это не покажется каким-то раздражающим фактором. Ну, действительно, тренд интересный. И мне интересно узнать, что ты думаешь по этому поводу. Вот вышла статья. Практически это где-то одновременно. Вот МЭФ, статья Владислава Юрьевича Суркова о рождении Севера. Она идет в том же ключе, что и выступление Собянина на МЭФ. Я тоже процитирую, а то нас ответственные люди смотрят. Не дай бог, как говорится, запятую упустить. Шутка, друзья. Будет Великий Север. Россия, США, Европа, образующие общее социокультурное пространство. Три единые северные геополитические класти. Когда-то понятие глобальный север было фактически синонимом запада, и ввиду очевидного дублирования не прижилось. Вот эту фразу я не понял, но говорим об этом. Теперь же контуры Великого Севера хоть и едва видны, но проступают и несут совсем другой смысл. Сейчас трудно поверить, что конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции. Но также трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с московским княжеством. Также трудно было поверить в единую Европу во времена Валенштайна, или в соединение Штатов Америки в начале войны Янки с конфедератами. Вот не вдаваясь в терминологию, а я, кстати, проконсультировался, ты же знаешь, у меня связи в среде политических философов. Они говорят, что, значит, размытое понятие, что такое глобальный юг, и тем более впервые вообще они слышали, что такое глобальный север. Но это тоже, мне кажется, Владислав Юрьевич отдал дань политкорректности. Но тем не менее, видно, что в статье тоже мало энтузиазма по этому самому развороту на восток. Более того, этот глобальный юг, который на самом деле восток, у нас, как говорили на военной нашей кафедре, вероятный противник. Он там преподнесен, так в статье. Дмитрий Валерьевич, а Владислав Юрьевич, что имел в виду, продолжаю вас доканывать. Вот что он имел в виду? Отвечаю тебе. Вся чиновничья вертикаль имеет в виду достаточно примитивную вещь. Разводить условную Европу и даже Штаты нам проще, чем разводить азиатов. Потому что мы для них, и более для Европы, я имею в виду, и более крупные по отношению к каждому из них по отдельности рынок избыта и рынок, соответственно, взаимодействия. Потому что объединенность их весьма условна, а величина Китая, которая превышает нашу экономику по 20 раз, с лишним, там зачастую. В общем, разводить его не удастся. Поэтому нам ни с руки работать ни с Турцией, ни с Индией, ни с Китаем. Несмотря на то, что они сейчас выполняют важные для нас функции прокладок, они выполняют эти функции прокладок в первую очередь с тем самым проклятым западом. Поэтому как мы работали, так и будем работать с западом. Просто пока сейчас мы пытаемся как-то пересилить их или пересидеть их в дезорганизованности. Можно такой вопрос, что называется, из глубины души? Как вам кажется, мы это в приятельских кругах обсуждали, если бы те люди, которые у нас формируют политические решения или даже политические вектора, что называется, имели бы в прошлом опыт, личный опыт, подчеркиваю, взаимодействие с Юго-Восточной войной, неважно с каким регионом, хоть с Вьетнамом, как я, хоть с Китаем, я с китайцами меньше общался, хоть с Индией, Дмитрий Валерьевич, индусы, туши советки да и гранат экономический партнер. Вот если бы они ручками бы потрогали, они бы всерьез бы рассматривали вот эти регионы как альтернативу традиционным рынкам? Нет, нет, даже близко это не было. Ну, потому что, Саш, наши зрители это знают, что первый раз я познакомился с китайцами в 95-м году, эта история, как говорится, вошла, как это уже во все книги и аналы, когда я рассказывал, как я сам себя нагрел, мне я купил два вагона стержней и 90% из них оказались непишущие. Я не смог предъявить им никаких претензий, за что как-то я сам оказался, это был прямо такой щелчок по носу. Мне сказали, ты стержни купил? Купил. Я говорю, ну они же не пишут ни хера. Подожди, ты стержни купил? Поэтому, когда мы покупаем, сейчас я это тоже рассказывал, что даже не в одну книгу вошло, мы покупаем, знаете, крючки есть такие. Вы когда пойдете в супермаркет, полка крепится на таком крючочке, там такая пластинка, по сути дела, из стали штампов. Контракт на производство подобного рода пластинки 280 страниц. Потому что вот эти друзья, они любое непрописанное условие, например, в какое время, из какой херостали, каким покрытием, какая грунтовка, они так истолкуют, что они тебя так натянут, что мало-мало не покажутся. Поэтому, в общем, и это не то, что они хотят тебя обмануть, это таково правило. Неоговаренную, значит, можно, соответственно, трактовать своего пользу. Поэтому, если сравнивать, например, когда я разговариваю, неважно, с голландцем, с немцем, с итальянцем, с французом, за счет того, что у нас близкая инженерная школа, она оттуда импортирована, напомню, в общем-то, наши князья с вами разговаривали не на русском, они разговаривали на французском, мы оттуда, соответственно, все стандарты-то получили. Мы разговариваем, практически многие вещи можно не оговаривать, потому что система стандартизации оттуда к нам пришла. А с китайцами ровно деметрально противоположно. К ним имплантировалась западная система в качестве такой колониальной, и они, поскольку им надо было выкруживаться, они были нищими, они эту систему очень перетрахали, как говорит Александр Григорьевич. Александр Григорьевич. Мне вот периодически перетрахивают. Я свой там... Поэтому они вот эту перетраховывали, они привели к тому, что у них система и не европейская, и не американская. Именно поэтому любой человек, который покупает по нищете своей и глупости, потому что две вещи, условно, китайца, потом имеет очень серьезные проблемы с запчастями. Причина очень простая, потому что автопром настолько быстро растет, что у них каталогизация запчастей и, самое главное, поставщики запчастей попросту меняются по 10 раз на дню. Но поскольку, как говорится, возможности купить нормального или даже бувшного немца нет, а приходится всем рассказывать, что вы ни черта не понимаете, что китайцы так скакнули в своем производстве. Но мне-то, как человеку 18 лет там сидящему, я могу сказать, что у меня китайцы, которые работают, ни один из них, пока как только он поднимается, он садится либо на BMW, либо на Mercedes, а свое китайское говно, он даже близко к нему не подходит. Потому что это еще как-то понимание статуса. Точно так же китайцы, когда приезжают в Европу, они не покупают свои подделки под Луи Виттон, они именно скупают оригинальный Луи Виттон. Может быть, дорогие россияне, вам это что-нибудь с точки зрения размышлений дает? Может быть, китайцы производят погремушки? Я вот, когда смотрю на все, что произведено в Китае, мне это всегда напоминает первые, помнишь, были даже не пульты сигнализации, а были такие музыкальные шкатулки, там нажимаешь, и она противным-противным голосом что-то пищала. 90% половина функций не работала, а половина функций те, что работали, мелодии были очень-очень похожи. Поэтому, когда я вижу, там, с соплями исходят люди, говорят, ой, китайцы, вот мы там купили китайский автомобиль. Я говорю, ну, купили, купили, зачем же как-то нищету духа или кошелька демонстрировать. Не надо это преподносить, не надо как-то бедным быть не зазорно. Зазорно как-то изображать, что к этому мы с детьми. Да, зазорно. Есть такая крылатая фраза «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Да, абсолютно. Ее мама сказала на мою упреку, что журнала. Правильно, твоя мама твоя говорила. Потому что, когда ты раньше за 30 с лишним миллиона покупал Бэху, а сейчас ты покупаешь в китайце и ты говоришь, что я к этому стремился? Да ладно, родной. Именно так? Ты к этому стремился? То есть, тебя отмотав на три года назад, если бы мы этот разговор перенесли, ты бы сказал ДБМВ там, ты бы вот эти тексты, которые я периодически читаю, как отстал европейский автопром, ты бы три года назад воспроизвелил? Да ладно. А что, три года назад китайцы сделали за три года прорыв? Они сделали этот прорыв очень-очень давно. Поэтому, ну, да. Твоя мама... Ты первый про машинки начал, тогда я смотрю. Ну, извини, я просто у меня на программе, я на программе, когда эксперты выходят, то есть, все приличные эксперты, ну, в общем, кроме блохеров, которые, понятно, что как-то они лишились своей нормальной клиентуры, потому что раньше условным клиентом их теоретически мог быть я, потому что, ну, было ли в лам возить тачки, а так я вспомнил детство золотое, когда я гонял тачки из зеленого угла и, соответственно, через моряков завозил машинки, когда был студентом. Ну, это был такой приработок. И поэтому сейчас блохеры, поскольку лишились этого, они стали дилерами всякого там хончи. Я когда периодически за это говно, соответственно, смотрю в салоне Мерседеса стоящий, думаю, ой-ё. Думаю, это же под каким наркозом надо купить вот это говнище-то. Слушай, я себя сдерживаю, чтобы не... Давай эту тему отдельно обсудим, повторюсь. Давай-давай. Саш, ну, поскольку и ты, и я ездим на немецких автомобилях, поэтому я, как это... Я всегда говорю, давайте, покажите мне трехлеточку, китайскую. А поскольку я их видел, в отличие от вас, я могу сказать, ну, а уж не говорю про то, как вы побейте китайский автомобиль по европейским нормам, ну, в смысле безопасности. Почему-то китайцы бьют их под так называемым своим нормам. А в 90% случаев те, кто выходит на сопли прямо вот так вот размазывают про китайский автомобиль, говорят, ой, там такие опции, какие опции, жопогрейка, что ли, или телевизор поставлен вместо какие там в жопу опции. Опции должны быть, машина должна перемещаться, должна быть управляемая, должен быть дешевый достаточно ремонт. Надежно. Надежно. Не побоюсь этого слова коррозионная стойкость. У меня туарега лет пять назад отполукнулся небольшой кусок краски от края двери, потому что я, когда выхожу в гараже из машины, сильно бью этой дверкой по стенке. Ну, то есть, имеет право отполукнуться. И вот там шесть лет просвечивает чистый немецкий цинк. Я думаю, подкрасить его, что ли? Потом думаю, а зачем? Ну, что там будет-то в этом делу? Я лишнее говорить, что даже на японской машине такой скол где-то через полгода приведет к сплошной коррозии. Поэтому... У меня, поскольку был одновременно паджерик и гелик, я, при том, что паджерик у меня гнил, то есть, мог на гнить, начать прямо на раз-два. Я его, правда, всегда все там, что называется, выводил, а гелик, он, что называется, с носами. Поэтому, прямо как это, небо и земля. Я уж не говорю, про то, что гелик дешевле в обслуживании был, чем паджерик, до сих пор дешевле. Поэтому я отказался вообще от... У нас там осталось пара немецких машин и все. Ой, этих японских машин. Ну, так, чисто... Немецкие машины, они, знаешь, они превращаются в друзей. Ну, ладно, я сейчас это... Я же блогер, знаешь, с чего начинал? Я в ТопГир статейки подписывал. Дай я с политикой сейчас закончу, и мы с тобой там оттопчемся по китайскому автопрому топтаться. Я просто... Я очень, как говорится, очень... Ну, я знаю нескольких персонажей, которые говорят, все, я расстался с Мерседесом. Ну, нет денег, но расстался, бывает ничего. Не надо опять-таки... Бывает просад по бабкам. Зачем это опубличивать? Да. Что ты демонстрируешь? Если тебе в ломак купить... То есть, если бы у меня стала дилемма, я бы купил бы бэушного, там, соответственно, бэушного немца, и не моросил бы себе голову. Уж какого там, в зависимости от моих доходов, я до сих пор с теплотолей вспоминаю Шкодовку. Был прям первое. Друзья, кто не знает, это вообще немецкий автомобиль, так на всякий случай. это естественно. Фольксваден группу. То, что его собирает чешские руки, это его совершенно не портит. Конечно, Саш, но у меня до сих пор, до сих пор могу сказать, что это была моя первая Шкодовка Фелите. первого выпуска, это была первая новая машина. Так, я до этого как-то бэушки все время брал, а тут я что-то, у меня как-то так подвернулось, выплаты какие-то, я там пошел, просто ее так, как семечки купил себе в магазе на Южном Порту, как сейчас помню. Мне еще сделали офигительную скидку, она, Шкодовка стоила 6,5 тысяч долларов. Про цены, про автомобильную инфляцию, друзья, тоже поговорим, но вот все-таки смотри, возвращаясь к Владиславу Юрьевичу и Сергею Семеновичу, у нас с тобой ведь прозвучал такой крамольный намек на то, что неплохо бы государственным деятелям иметь бы, я так достаточно прозрачно намеку, предпринимательский бэкграунд. И, кстати, ты вот, понимаю иронию в твоих глазах, но вот был опрос такого агентства, я его раньше не видел, появилось в последнее время, не знаю, насколько ему можно наберять, называется Russian Fields. Оно там сейчас много интересных всяких данных дает, и в частности, вот в опросе, в котором там сколько там, 68% россиян высказали пожелание, чтобы президент там был моложе 70 лет, в этом же опросе, по-моему, на третьем, на четвертом месте было такое предпочтение, чтобы хорошо бы, если бы он был в прошлом предпринимательном, то есть это очень показательная вещь, учитывая, так сказать, левое настроение в нашей стране там и так далее. Вот... Не левое, а левацко-бандитский, потому что, поскольку многократно я вот там, когда читаю твои комментарии, значит, милые, милые, хорошие, я самый большой пропагандист так называемых левых идей, только я всегда говорю, если вы хотите взять что-то и поделить по-правильному, это чистый бандитизм, а если вы хотите кооптивно или коллективно что-то создать, просто создайте какое-нибудь предприятие на основании так называемых левых идей. Я за то, чтобы левые не только идеи, но и практики были изображены персонально неким объединением людей, которые не пришли на какое-то предприятие и псевдо-леватские идеи за счет на самом деле моих денег, клиента, это все реализует там какие-то псевдо-социальные так называемые блага, которые на самом деле главные социальные блага это обслуживание клиента и выплата доходов на население со своим работникам. Это социальное благо. А как только будут показательные выступления созданные с нуля предприятия, я на это с большим удовольствием посмотрю. И поскольку у нас там персонажи периодически бегают про СССР, я уже рассказал каким образом были созданы предприятия СССР на чистом бандитизме. Ну так все-таки что касается помнишь, как были истинные короли в эзотерических преданиях, они должны были быть магами, целителями, мудрецами, воинами. Вот сейчас истинный король должен быть предпринимателем? Нет, сейчас он должен быть тварик, который максимально цинично у всех имеет мнение. Нет в этом потребности. В этом нет потребности. Ну вот социология показывает, что ну как-то вот запрос есть, но зачем этот запрос реализовывать? Давай будем честны. Если ты можешь управлять более примитивными соответственно дубьем, то зачем тебе этот запрос реализовывать? Опять-таки значит, что касается усложнения, упрощения, оставим это к щелину. Упрощение, как правило, идет к войнам. Усложнение ведет в прогресс. Именно поэтому мы, собственно говоря, имеем то, что мы имеем, потому что все напряжение, которое мы с тобой выше обсудили, оно создано не вчера, оно создано как минимум 5-7 лет назад. Я уже практически в каждую даже презентацию внедряю, включаю, что потому что книга, которая называется «Теория экономического потрясения», она была издана в 21-м году, я тогда еще не было, 24-го числа, я там очень четко прописывал, и это не потому, что такое ошибка гениальна, потому что любая авторитарная система, она всегда идет по выплескиванию внутренних напряжений. Это со времен греческих кулинах еще, извини. Абсолютно, абсолютно ты прав. Это вот как раз, а это уже отсылка к двум нашим историческим, с Сашкой, книгам от 37 неученных уроков уже столько экономики, там же все на исторических материалах построят. Это вот прямо всегда человечество, как только, как говорится, играло в некие псевдоимперские закосы, на самом деле это псевдоимперские, это в основном 90% империи, а внутренний комплекс. Выплескивали вот подобного рода внешние контуры, убивать себе подобных. Ну вот в частности на примере Первой мировой войны сейчас люди, многие аналитики, есть исторические исследования, все не понимают, что это было за массовое безумие во всех же странах. Был массовый энтузиазм по этому поводу, причем даже среди интеллигенции. Конечно. Нормально. И, так сказать, в основе вот этого, казалось бы, безумия лежит очень простая вещь. Людям надоело быть сложными, политическим элитом. Они решили упроститься вот до примитивных потребностей, когда управляющая система примитивания объекта управления всегда, всегда жди, как говорится, повестки из военкомана. Ладно, это все лирик и немного цифр давай возьмем. Почему для России критична потеря традиционных рынков? Член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, доктор экономических наук, профессор Андрей Спартак. Так, объяснил, почему для России очень критичен разрыв торговых связей с ЕС. Значит, по замещению критического импорта мы посчитали, что у нас на базе 21-го года примерно 12 миллиардов долларов ЕС запретил импорт критических технологий, частей, компонентов, материалов. Мы сейчас констатирует Андрей Спартак, можем заместить только 2 миллиарда долларов в нейтральных странах, львиную долю в Китае и заметную, но меньшую долю в Белоруссии. Больше ничего. Все другие страны Евразийского Союза, недавнее заявление президента Казахстана, давай вспомним, что он будет соблюдать режим санкции, мало что могут сделать в этом отношении. Так, что у нас с критическим импортом? Меня вот как майорца запчасти для самолетов больше всего интересуют. А Баглаев жалуется, что ему негде станки отремонтировать, ЧПУ. Вот, кстати, в нашем последнем эфире он задал так, а где мне его чинить? Вот я сейчас все хорошо работаю там и так далее. Нигде ему не чинить, потому что все, Алис, это все, ему придется, то, чем я мечусь последние там полтора-два года, значит, что происходит без названия компании? Крупные предприятия, финансово-промышленные группы, которые на наших биржах, всех, кого называются олигархами, у них инвестиционная программа. Обычная инвестиционная программа, ее срок стратегический в среднем 3-5 лет. Это модернизация там предприятий промышленного, энергетического, нефтехимического секта, ну и так далее. В 90% случаев оборудование уникальное. Ну что значит уникальное? Оно производится в ноней недружественных странах. Ни в Китае, ни в каких-то там Индиях подобного рода оборудования не существует. Вообще как класса. И то, чем приходится заниматься, это по сути делал такой помесь неокра с контрабасом, когда ты привозишь часть инженеров, ты привозишь часть оборудования, делаешь на каком-нибудь китайском заводе линию мелкую, которая подделывает по сути дела иностранное оборудование и завозится сюда. Возвращаясь к Баглаеву. Но только стоит, кстати, вот этот весь процесс, он стоит как крыло от Боинга, это обычно 5-6 концов. А для Баглаева просто чтобы провернуть подобного рода историю, у него тоже будет 5-6 концов, только он массенький, и он это просто не вытянет нифига. Если крупняк, условные вот эти финансово-промышленные группы, которым я все это помогаю делать, они это вытягивают за счет вырезания прибыли, урезания в том числе каких-то иных программ. И это все скажется на самом деле не в 24-м, а где-то приблизительно в 26-27-м году. Вот это технологическое, технологический неокрик 90-м. Много чего скажется, да, я понял. Да, и вот он, вот он, все. То есть я вспомнил детство золотое со своей, как это, со своей 90-й, только не в смысле, поскольку у всех в основном флёр каких-то там около бандитцев, 90% случаев мы с тобой, ты вот фотки когда демонстрировал, я тебе присылал там, ты там с чемоданчиком, а я такой в кожанке. Фурор, фурор был, да, в сетях фурор был, все обсуждают. А я такой в кожанке, в троечке, что называется, такой чисто правильный пацан. Так вот, я вспомнил это детство золотое. Только кенгуретника у меня нету, и чуть-чуть мы постарше стали, и как-то бегать на самом деле уже не хотелось, уже на шестом десятке хочется как-то, знаешь, ближе к внукам, что называется, подползать. А тут ты вспоминаешь вот эту всю ерунду, и думаешь, ну, хорошо, надо заработать, будем зарабатывать. При том, что, кстати, когда, поскольку нас там периодически пишут, эти 5-6 концов это не увеличение прибыли, в 90% случаев это как-то увеличение имеет нас и как и прежде, описанин добавляется очень сильно. Слушай, ну, а ладно, станок, это самое, ну, как говорится, встанет в Баглаевский завод, а самолеты? Та же самая, такая же история. Ты когда... Слушай, а кто там в Росавиации сказал, что нам на 10 лет мы там продержимся? Полная шняга. Я вот летаю когда по региональным аэропортам, там в отстойниках уже такой каннибализм, прямо там по полной программе. Ну, ты же, как авиационщик, это прекрасно знаешь. Там салон, чёрт с ним, туалет, чёрт с ним, там обшивка, чёрт с ним, основной это турбины, основной это двигло. Вот там, условно говоря, без... После каждого полёта на самолёте надо дофига чего менять, оно не меняется. Конечно, но ключевое... После каждого полёта, подчёркиваю. Гидравлика, плюс вторая вещь, ещё не забывай, то есть вот он последний... Ну, вот уральские авиалинии, да. Да, последняя пассата практически, да. Так, ну, там понятно, что там ошибки, на мой взгляд, больше диспетчеров слэш с командой как-то там не договорились, но гидравлика-то никуда не делается. А гидравлика откуда берётся? Гидравлика тоже не наша. Ну, вот тебе и весь ответ. Поэтому скоро тебе будут объявлять, что на самом деле не летайте самолётами аэрофлота, потому что это непрестижные и вообще летают только лохи, а на самом деле надо ездить на гужевых повоз. И это объявит какой-нибудь нашей очередной скрепой. У нас же всё быстро подменяется пропаганда, прямо на изи. Нет, ну, авиация, гражданская скрепа нашей страны, страны такой протяжённости географической, разве нет? Ну, то есть, как... Мы уже от неё, мы её слили. Мы её слили, вернее, они её слили. Ну, потому что, знаешь, как это... Есть причина-следственная связь. То, о чём я сказал ещё, для нелетающего ты слишком уебесный, как сказал та самая ворона. Давай, ладно, немного эмоций позволительных мужчинам среднего возраста. Я недавно... Друзья, такой... Циферки ещё будут. Поговорим там о цифрах. Недавно с соседом разговаривал, давно с ним не виделись. Он такой же, как и я, повёрнутый на автомобилях. Вот. Ну, когда мы были помоложе, это у нас прям такая стандартная тема была для обсуждения. Я его спросил, на чём будем ездить? На китайских, сказал он, они стали ничего. Подчёркиваю, это слово, ничего. Не хочу. Просто ответил я. Знаешь, это вот на уровне личного, это то, что вот не обсуждается. Вот я в детском садике, помню, вот меня ставят с этой девочкой, вот с этой девочкой я буду ходить, пары. А с этой нет. Потому, девочки с виду одинаковые, даже бантик одинаковый. Вот если бы ты третий был в разговоре, что бы ты ему сказал насчёт ничего? Саша, Саша, вот ещё раз, я бы сказал, не хочу. Я бы привёл пример не девочке, конечно, я бы привёл пример того самого профессора Преображенского. Вы, как это, не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. Полтинника жалко. Нет. А почему? Не хочу. Профессор, вас следует расстрелять. Почему? Потому что вы не любите пролетариат. А я не люблю дешёвое вот это размазывание по мордам. Потому что, ну, как говорится, сделали китайцы существенный прорыв в автомобилестроении? Сделали. Ребята, только не надо опять-таки подменять нищету, духа, воли и кошелька тем, что это мы на самом деле в это в говно и хотели вляпаться. Нихера подобного. Три года назад вы все, и я в том числе, хотели иметь новую BMW за 3 миллиона. А сейчас по вынужденности имеете какой-нибудь там грёбанный псевдотанк, который не соответствует даже там крузаку. Само название не говорите, да, да не, помнишь, как вы говорите про аппарат для дегустирования вин, ну, что за дешёвые понты, ну, какой-то там, ну, китайский, китайский там. Автомобильная инфляция, давай, вот я сейчас это самое время. Я поэтому не против, но я ещё раз говорю, не надо это выпячивать, когда это прям выпячивается, прямо, ох, вот, посмотрите. Значит, автоньюз, цены на, ты BMW говоришь, да, вот, H3, например, X3, который на российском рынке подорожал в последнее время на 155 тысяч рублей, называется, снявший голову по волосам не плачет, до 8 миллионов 675 тысяч. Это, наверное, бензиновая версия, дизель, наверное, за десятку уваливается. Наверное. Вот, в ноябре 21 года барабанная дробь эта модель начиналась от 4 миллионов, рост стоимости больше, чем в два раза. Q3, Volkswagen Group, Forever, подешевела на 100 тысяч рублей до 7 миллионов. В конце 21 года эта модель стоила от 3,3 миллионов рублей. То есть, тоже рост больше, чем в два раза. Неизвестный автоблогер Эрик Давидович, люблю его смотреть, честно говоря, вот, в каком-то московском салоне пробегает, чуть ли не вавилоне, но могу соврать, друзья, не судите строго. Заснял Ешку, Дим, комплектацию ничего особенного за 15 мультов. Вот скажи мне, вот эти показатели, они вообще учитываются, когда Минеки там с ЦБ рапортуют о невысоком уровне инфляции. Ну, они же монетарную инфляцию тебе считают. Они же не товарную инфляцию. Саша, они же тебе товарную инфляцию никогда в жизни не считают. Поэтому, ну, ты что от них хочешь-то? Они как считали, так и будут считать, что типа все ровно. А что ровно-то? Поэтому давай Наталью Васильевну Забаревич процитирую. Инфляция, Наталья Васильевна, как зарплата, у всех разная. Конечно, она права в этой части. Поэтому у всех товарной, у всех инфляция по их кошельку, она действительно очень разная. Все. Раз Давид еще вспомнил, видел его ролик, едет он на каком-то китайском лакшери прима-пума каком-то внедорожнике. Название, Дим, вот ты бы меня мог сейчас отругать как гость программы. Я как блогер должен уметь выговаривать слова, но в данном случае не хочу. Помню, что название... Скорее всего какой-нибудь пхик-ксион. Ли-ля-кси-кси какой-то, ну, в общем, я язык сейчас... Не суть, не парь. Заканчивалось название на L9, чтобы люди поняли, о чем речь. Вот L9 наберите, Давидыч, вот там будет его ролик, на котором он рассекает. Эрик Давидыч сказал буквально следующее. Toyota Land Cruiser 300, BMW H7, он же X7, Mercedes GLS, Cadillac Escalade в семиместной версии. Вообще все собрались и пошли... Здесь запикаем. Конец цитаты. Эрик Давидыч, брат, извини, мы к тебе обращаемся. Там в салоне этого L9 это самое... Пройдет детоксикация. Распыляется как говорится галлюциноген. Нет, там все нормально. Вот если бы нам с тобой дали этот L9 и на подъем, мы бы показали там даже без всякой отверстики. Какой это лакшери? Не в этом дело. Даже где-то. Эрик Давидыч советник москвича. Москвич это драк, который-то в Китае стоит 900, здесь он стоит 2300-2600. Что ты от него хочешь? Ну, то есть, ну, сейчас, сейчас они его... Сейчас ты посмотри, там, та же лиса, там, ну, кто из условно честных там, блохеров остались? Это, соответственно, ящер, который там вечный ящер. Вот, Ильдар. Ну, то есть, пацаны, которые не превратились, которые, в общем-то, занимаются автоподбором и занимаются, там, ну... Нет, они-то все показывают. Потеки красные, значит, да, да, да. Ребята, если это понаружи, представьте, что там внутри. Там, там совершенно другое, там металл. Саша, а ключевое, еще раз говорю, есть всего пять вопросов, которые он должен задать себе стандартный покупатель, в чем, замечу, любого автомобиля. Первое, стоимость этого продажного этого автомобиля через три года. Второй вопрос, это краш-тесты, нормальные краш-тесты, не по каким-то там спецметодикам, а одной, единственной страны. Третий, такой, и ответ, кстати, посмотрите, почему Европа, которую, китайцы не вчера стали производить эти автомобили, почему в Европе этих автомобилей нет? Совсем, от слова совсем. Вот совсем, ну там же казалось бы, что европейцы... Ну вот казалось бы, раз они такие короткие. Что, они сэкономить что ли не хотят? Да вперед! Европейцы удавятся за лишние... Конечно, за лишнюю копейку. За лишние евроценты. Что же они там не удавляют? Третий вопрос. Соответственно, стоимость восстановительного ремонта после аварии на скорости 20 километров в час. Ну такой стандартный. Вмазался в бордюр, вмазался в легкую машину. Сколько вы, соответственно, потратите бабла? Третье, соответственно, как оно переживет нашу химические зимы? Ну и пятое, когда, соответственно, я понимаю, что это для многих может быть не очень важно, это тесты по перене наезде на пешеходах. Потому что на эти вопросы ни один вам так называемый китайский проповедник, который, еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что они все потеряли, у них были раньше контракты, им реально чехлили, их облизывали все представительства. А китайцы не облизывают российский рынок. И они вынуждены зарабатывать на продаже китайцев. И поэтому они китайцев хвалят. Было бы глупо, ты же не будешь говорить, вы знаете, я напривез тут, у меня полная площадка говна, и давайте я вам про это говно сейчас расскажу. А бэушку сейчас у них нету, то есть сейчас настолько отработано, вот если раньше я занимался действительно перегоном, раньше ты обладал некой экспертизой. Сейчас, в общем-то, по большому счету, ну, плюс-минус, без особой экспертизы, можно пригнать бэушку из Европы. Можно наткнуться на что-то там, все равно, конечно, идеально, чтобы ее там отсмотрели, но уровень того, что первым автоблогером был Сережа Винский, он мне пригонял крузак, первый Прадо у меня он был, он давно уже от этого дела отошел, он просто суперский был, он был лучшим блогером, он был единственным и неповторимым, его сайт avd.ru, сейчас он только туризмом занимается. Вот кто был профик, у него были прямо целые подборки, автомобиль там за тысячу долларов, за две тысячи, за три тысячи долларов. Не, как помню, сейчас я ему отдавал деньги, у него не было бумаги, я ему на какой-то фотографии он мне расписывался в качестве таких расписки. Вот, так что все это уже украдено до нас. А вот эти все там ящер, ящер молодец, он прямо красавчик, и Ильдар молодец. Красавчики. Но они, они в первую очередь вылезают за счет проектов. Еще там машинаторы вот хорошо вылезают, вообще ребята, ну Гурам молодец, потому что он не слезает со своей темы. То есть вот эти восторги китайским автопромом, это все не вполне искренне, да? Все ребята, которые, пусть и молодняк, соответственно, там Гоша, Турботеха, но они же что-то как-то, которые все, кто принимают участие в московских милях, я что-то там не видел, китайцы даже близко. Ну там есть классика Бэха, М5, ну я там, например, всегда больше ценил, когда идут доработки Геттера. Потому что Геттер, на мой взгляд, куда, ну просто другое дело, что у нас дорабатывает Геттер. Не сам который? Да, да, потому что Геттер в этом смысле, когда у нас были более, так скажем, активные поставки, ну и другие поколения были, Геттер, на мой взгляд, было более выгодно дорабатывать, чем ту же М5. Ну потому что я как-то к Бэхе достаточно прохладно отношусь. Ну вообще как-то. Ну есть же еще стритрейсинг технологии, машинки с индексом СРТ, там ребята любили закись азота впрыскивать в 8-ми цилиндров. Это само с собой. Это ресурсные движки, они долго гонялись, они хорошо брали. СРТ, джип СРТ, это конечно прямо, он дуди там, как грязь, конечно. Я вот, когда у меня в запрещенном но не инстаграме, у меня есть, где я на кольце Сокол, это в Казахстане, у меня просто хороший друг, он как раз это кольцо делал. В смысле, он владелец этого кольца, и у него большой парк. И поскольку я туда ездил там с молодняком, молодняк там всякую байду брал, там типа там Плайда, там Порше, все остальное. А я ездил на, у него есть классная тачка, Мустанг 850 сильный, механика, там такое сцепление, ты когда, я оттуда из машины вылез, оно аж клацает такое, знаешь, дверь в гелики, с таким звуком, да, да, мало того, что у меня гелик, там когда втыкаешь передачу, ты такая мужицкая работа. Я на второй шикане, я такого крутанул там пятака, я там, у меня со мной ехал, как говорится, инструктор, он там взялся, я говорю, слушайте, если у вас есть, а там просто не установлена была система телеметрии, я говорю, если у вас есть эта система телеметрии, просто вырежьте мне этот пятак, потому что я, чтобы накрутить пятак, это надо постараться, но я вылез, я весь мокрый, я был доволен, как слон, я там Достану сказал, что вот будешь все продавать, можешь там что угодно, там плайды всякие, там всякие там спорткары, нахрен, мне вот этот металлолом, где механическое такое сцепление, когда ты ляжку прямо так нарабатываешь, ручку нарабатываешь, она такая, там такой рев, вот это, вот это тачка, да, я люблю машины. И вот эти моторы, которые стоят в СРТ, Гранд Чироке, они, ну, они вещи, я не знаю, что нам все равно, чтобы их убить, ну, то есть. Убить, да, нет, ну, Чирок, это, конечно, это детство, это я помню еще тогда, просто это, кстати, вот мы с Никитой Небылицким, с которым мы вели программы на, он классный парень, у него ферма, это, он, короче, выращивает черную икру в Испании, вот, он фантик, и он вообще классный парень, он, с точки зрения, он хороший инженер, я люблю людей, которые инженерно увлекаются, они просто там, как говорится, тупо бабло вкачивают, вот, надо сказать, вот эти, я люблю инженерные машины, и он тоже, ну, там, прямо, есть сон, никто из ребят, которые близки к инженерии, что Гурам, что Гоша, соответственно, турботех, никто с соплями на китайцев, а к ним, кстати, уже подъезжали, чисто за бабло, чтобы они начали это говнище рекламировать, поэтому, когда я там, у нас, я знаю, у нас есть один там халибопек, который, прямо там, публично, как это, разводится с западом, и говорит, вот я купил китайца, купил, как это, это как вот, Майков был какой-то ролик, удачи, удачи на дорогу, не, не, это Майков был ролик какой-то, когда он там, выходит, говорит, друзья, я вступил в единую Россию, ну, и там все остальные, не видел этого ролика? Нет. Посмотри, он классный просто, он суперский, он в духе как раз, я не знаю, из какого он сериала, он в духе вот этих, о чем говорят мужчины, просто вот, и там вот общая реакция такая, все говорят, ну, вступил и вступил, чего кричать-то, пожалуйста, и все, так знаешь, сразу расползаются, точно так же, купил китайца, ну, купил и купил, человек, как это, биться, так биться, чего в жопу орать-то, как говорится, все нормально, купил, езди нормально, мы никто ничего не говорим, мы ретрограды, будем ездить, я буду ездить на машине, в которой надо дверь хлопать, мне это нравится, я могу ее только поменять на машину, в дверь, в которую надо хлопать, да, у меня такая дурацкая привычка, я люблю машины мужские, может быть, по каким-то причинам, весьма, да нет, ну, брутальность брутальности, но есть же еще надежность, такой параметр долговечности, это точно, как это, маешь вещь, ты же правильно сказал, да, что ручка ложилась в руку, конечно, что эта машина тебя не продаст, не заставит морозить сопли, какой-нибудь там, каких-нибудь зажопинских выселков, когда она вдруг задумает заглоп, в этом смысле, в отличие от китайского, вот этого самого, пусть, пусть, пусть они наработают свой опыт, еще раз говорю, ну, не надо преподносить покупку, вот, я даже, кстати, всегда поражаюсь, ну, купил ты автомобиль, что ты начинаешь, что-то выпячивают, в чем проблема, у меня вот столько за это, за эти десятилетия прошло автомобили, я никогда, даже у меня в голову не приходило их сфотографировать, зачем, чтобы что, или телефон ты купил новый, ну, купил, купил, что орать-то об этом, какой смысл, ты что, 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 что ты этим демонстрируешь, что ты можешь оплатить счет, вот я, я сейчас пока с тобой разговаривал, оплатил счет по ЖКХ, я же его не тыкаю вам, вот посмотрите, я оплатил счет по ЖКХ, в голову никому же не приходит, или я там, я бы купил себе шаурму, купил, купил, жри ее спокойно, я-то тут при чем, не забивай пространство. Возвращаемся к нашей политике, перепачке, вернее, к экономике, перепачке на обычном продукте. Вот сейчас прям совсем будет жестко, доллар опять в отметке 100 рублей. Нормально. Чем, видимо, объясняется ценник на нормальные автомобили. В сентябре, значит, в России продавалось, в прошедшем сентябре этого года, продалось 7 миллиардов в тактичной валюте, год назад 25, предыдущие годы 15-18. Дмитрий Валерьевич, банально, на рынке, об этом все говорят, просто дефицит доллара и евро. просто дефицит валюты, больше ничего, все знают. Значит, я так понял, что 100, 100, это еще ништяк, Минфину вообще отлично, они дыру в бюджете закрыли, вот эти 3 триллиона, о которых ты говорил, это и позволило закрыть дыру, но дальше-то что? Дальше, да. Дальше, значит, ну, мы идем в ту самую вторую декаду октября, когда Минфин и ЦБ будут принимать решение, какими методами они будут закрывать эту дыру. Так, так, так. Все, больше ничего страшного. Скорее всего, доллар будет как говно в проруби до сотки, до стошки они будут держать, потому что у них... Можно вопрос из зала, как? Будут трахать мозг экспортерам, ну, все. То есть этот курс, он будет нерыночный, да, исходя? Он сейчас нерыночный, даже выход за стошку, я тебе поясню, как к работе биржи. Сначала днем работают, ну, по сути дела, основные биржевые спекулянты типа банков, инвесткомпаний, Центрального банка и Минфина, а вечерком ближе выходят мелкие трейдеры, которые выставляют, пробуют лапкой дно, то есть стараются поподсунуть. Почему он выходит за стошку? Потому что это играют там игроки, ну, какого-то там десятого эшелона. И все, все достаточно благосклонно к этому относятся. Это такое пробование лапкой дна, больше ничего. Так он как говно в проруби будет, соответственно, держаться там до соточки. А ставку будут поднимать? Можно пробовать все на вопрос? Нет, а у них два раза, еще два заседания. По формальным признакам надо догнать ставку хотя бы до... Ну, ты знаешь, мой подход, я-то за то, чтобы кошки по частям хвост не резать, потому что чем быстрее ты сделаешь резкие, условно говоря, остужающие шаги, тем быстрее ты перейдешь к нормализации. То есть я бы сделал бы 15-го числа обозначил ставку 0,5, 21-го числа обозначил бы ставку 15,5, и уже сейчас можно было бы переходить к снижению. А поскольку они делают вот это там 12-13, то им еще нужно до 15,5 доскакать. А если они будут такими методами, то бишь, если это с таким лагом, то они могут доскакать и до 17-ти с полтом. Именно по причине того, что слишком растянуты кошки, нельзя резать хвост по частям, потому что кошка за это время успевает хвостом и начинает гноиться. А сейчас он гноится вполне себе так устойчиво. Можно дурацкие вопросы, которые в предпринимательской среде недостаточно четко понимают, вот я в частности не понимаю. Вот я тут нарыл исследование ВЭП о том, что динамик ключевой ставки, вот они просто посчитали, все умные люди видны. И, значит, вывод следующий, перестало это практически влиять на курс рубля. Вот раньше, благополучные годы, изменение ставки на 1% приводило к изменению курса в следующем квартале минус 11%. Сейчас повысили на 3,5% пункта, а рубль укрепился только на 4%. Причина весьма ползависимая. Валюты не хватает. Раньше курс, раньше был, условно говоря, свободный рынок, рынок валюты. Сейчас ВВ, он подписал в прошлом году, это достаточно правильный указ, чтобы экспортеры оставляли всю выручку там. То есть я вот тебе рассказывал про те схемы, которые там прокручивают с крупняком. За счет чего? За счет того, что валюта у них там, они работают там с какой-то, с каким-то там юридическим лицом там Вася Пупкиной и компанией, которые в свою очередь работают с какими-нибудь ГМБХ, ПХ, которые реально поставляют все это оборудование. И ГМБХ, ПХ знает, что это оборудование в конечном итоге упадет в Россию, но все это прокручивается за счет того, что валюта-то там, она сюда не заводится. И что делал ВВ-21? Он вызвал этих, какого? Сказал. В ВВ там, там министры вызвали, соответственно, сельхозников, производителей удобрений, сказали, значит, что у вас план выбрасывать ежедневно 7-12 миллионов на бирж. Вот за счет этого только держится курс. А ставка к этому здесь вообще ни при чем. Ставка как раз про другое. Что делает ЦБ ставкой? Он охлаждает экономику от излишней закредитованности. Потому что сейчас все как не в себя берут кредиты. И когда мы с тобой говорим о 31 триллионе по физикам, по Юрикам это точно такая же ситуация. Петля-то затягивается. У нас на самом деле в этом году рост ВВП будет офигительным. Мы прямо на таких цифрах закончим. Но только это все наркоманские цифры. Они абсолютно, ну то есть отдавать кредиты будет нечем. То есть еще 25-й год мы протаскиваемся, а 26-й год и 24-й мы протаскиваемся, а 25-й год за это надо будет расплачиваться. Потому что все инвестпроекты они все равно стали достаточно краткосрочные, ну там 36-месячные. Так что 25-й год надо будет сводить очень тяжело, очень тяжело. 23-й, ой, 24-й сводится. 25-й плохо сводится. Вопрос опять из зала такой для особо одаренных в моем лице. Вот ты говоришь, ключевая ставка, значит, сейчас бы, если бы наслушал Владимир Николаевич Баглаев, с ним бы, наверное, было инфаркт, потому что, ну ты знаешь, у предприятия нет собственных средств, в оборот, есть только заемы. И у всех, значит, банки предусмотрительные, у всех предусмотрен повышающий коэффициент. Когда, если и когда ставка меняется, им что делать? Зубы на полку? Да, они будут банкротиться, то есть мелочок будет банкротиться, мелочок будет банкротиться. Крупняк пойдет к ВВ и, соответственно, будет стучать крышечкой по столу и говорить, мы не вытягиваем. Им все это дело дадут. В ручном режиме. А когда ты говоришь о перегреве на долговом рынке, ты физиков или промышленности? Те и другие. У всех физики за счет того, что пошли деньги, которые условно-социальные выплаты военнослужащим либо погибшим, эти деньги выбрасываются, и люди, как ни в себя, надо сказать, закупают то, чего они по большому счету не могут реально оплатить. Вот, там, кто-то недвижку, кто-то там всякие гаджеты и же с ним, а юрики просто по вынужденности, потому что у них доходности нет, они начинают поджирать себе будущую доходность. Там все тоже по взрослому. Ну вот, скажи, пожалуйста, вот это общеизвестная вещь, не знаю, насколько она как бы отражает действительно положение вещей. Вот нам говорят, вот мы повысили ставки, чтобы эти всякие игроки на бирже и банки, в частности, не зарабатывали вот на этих скачках курса, чтобы, ну, грубо говоря, рубль был дорогим заемным средством, они же на заемные средства играют, покупают, продают, а вот в, значит, в соотношении, вот эти объемы игр на бирже, они по отношению, ну, просто физически надо каждый месяц закупать, ну, критический импорт, да, я уж не говорю там BMW с Мерседесами, ну, критический импорт надо закупать. Вот в соотношении с закупками доллара импортерами для покупки критического импорта, вот эти игры на финансовом рынке, это какие объемы примерно, если сопоставить? Ну, они приблизительно расходят в раза в три. Три раза больше покупают импортеры, да? Да, да. То есть банки тут особо, собственно, погоды не делают, да, они просто, ну, как бы... Банки, банки сейчас это навершие налоговой службы, ты сам знаешь это. Ты же, надеюсь, уже как и все остальные гугл-бухгалтеры. это нормально. Ну, мало того, что, ну, это нормально, хлопочек, ты же на воинский учет всех поставил, все нормально у тебя стало, все. Ты простоял в очереди, как и все, несколько дней, надеюсь, у тебя люди простояли. Ну, я-то знаешь, я бы по, как бы, по налоговой проблематике, я бы сделал отдельный эфир, чтобы просто не комкать, я даже в налоговой, кстати, обещал. Ну, я, кстати, давай воспользуемся, случаем, я их похвалю, помогли там эти все программы, ну, как все программные продукты, они достаточно сырые, когда у меня там прилетела инкаска на счет, там, в общем-то, могли снять из-за программного чисто глюка в два раза больше, я позвонил, дозвонился, и мне помогли. А то мы все ругаем, ругаем, а тут вот... Ну, это чисто человеческий фактор. Чисто человеческий фактор, да. Потому что, давай так, мы с тобой все-таки из той старой волны, что зачастую налоговый инспектор нас знает, как облупленных. Знаешь, я когда приходил, я помню, в 46-ю закрывать это, я сделал какое-то очень давно КФХ, и когда я беру талончик, меня там чуть ли не с простертым объятием этот там служащий, а потом отвел аж к окошку, где мы там по-бырому, что называется, я чай-кофе пил, в общем, Блад, короче, везде. Ничего не поменялось. Не, ну, у меня в данном случае все было чисто на таком, знаешь, во-первых, ну, меня удивило, что можно дозвониться, да, вот физически, рассказать о своем вопросе, я говорю, ну, послушайте, ну, давайте там это, пусть предприятие останется работать в нормальном режиме, ну, как говорится, не судите строго, не получается вовремя закрывать там налоговые платежи, ну, это как бы сильно вперед, это будет сильно не на пользу, и люди действительно, то есть, вот, все там посмотрели, выслали в банк нулевку, после, так сказать, вот моей просьбы, перезвонили мне, вот, я вот вообще, я такого отношения даже не ожидал, это люди, ну, то есть, вот, если, если и когда будет нормальная система, мы вытянем экономического бегемота из экономического болота. Если дадут, если не порежут остатки рыночной экономики, то мы это вытянем, а если порежут, то будет некая проблема. Слушай, давай по закредитованности, вот мы сейчас несколько раз уже упомянули, друзья, в чем тут, как говорится, собак порываюсь, я опять буду ссылаться на данные веба по уровню долговой нагрузки, это просто у них в бюллетене есть, значит, коэффициент, так называем, обслуживание долга, Россия приблизилась к странам с наибольшей нагрузки, где наибольшая нагрузка на фоне общего тенденции, на фоне общей тенденции к снижению нагрузки в этих таких, ну, тут, наверное, США в первую очередь имеется. Да, в основном, в основном, да. Штаты мы обогнали, ура, наконец-то мы обогнали хоть в чем-то штаты по тяжести долговой нагрузки в конце 22-го года, и известно, ну, по 23-му году об этом все время говорит, долговая нагрузка только росла. Причем во втором квартале отмечается в исследовании веба 23-го года 71 процент ипотечных кредитов оформили заемщики, Дим, расходующие на обслуживание кредитов более половины дохода. 70 процентов. Это, значит, об этом заявляла глава не кого-нибудь там, а глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. И общая доля таких кредитов в ипотечном портфеле уже превышает 60 процентов. Внимание, вопрос. Вот сейчас хоть маленькая турбулентность на рынке возникнет. Возникнет проблемка с доходами, ну, как всегда там. Сейчас понятно, что... Если федералы, например, ну, власти перестанут выплачивать что-то военнослужащим, то возникнет бодобум. Это правда. Потому что большая часть... Если это заменит... Заметьте, след бюджет следующего года, это же бюджет, где порезана очень сильно социалка. Но она не то, чтобы порезана, ее осознанно перегнали в... Какой-то антирекорд, да, по социалке установили? Наименьшие выплаты за отгонки. Да, но ее перегнали, соответственно, в выплаты, которые относятся к СВО. Послушай, но доходы людей могут упасть по миллиону причин. Ну, не мне тебе рассказывать. Нефть упадет. Что-нибудь там еще, там, какой-нибудь крупняк банкротирует, да, допустим, там, не будем пальцем показывать. Уже есть первые... Все существенно банально, потому что люди, которые сейчас берут кредиты, они не умеют с этим инструментарием пользоваться. это как у Твилка. Кредит это неплохо, нехорошо, но если ты начинаешь тыкать в глазик, ты глазик выколешь. А люди, которые сейчас пошли, то есть у них была маленькая очень зарплата, они в регионах, там, условно говоря, 12-15 тысяч, они стали получать условную там 150-200, по результате того, то есть у них зарплата выросла в 10 раз. А пользоваться кредитами, у них не было такого навыка, они пользоваться деньгами не умеют. И поэтому, не дай боже, они погибают, то весь их семейный холдинг попадает в кабалу, причем жесткую. Все, там все понятно. Слушай, а вот что это, ну, я все понимаю, что стройка, она, как и военно-промышленный комплекс, она тянет в гражданском секторе дофига чего. Ну, у нас производство, строим материалов, но мне Баглаев сказал, я эту цифру не могу проверить, я вернее не нашел, что значительные доли вновь введенного жилья в 22-м году остаются непроданы. Вот он мне говорил цифру 70%. Да, это публично было озвучено такие все цифры. ну, это я извиняюсь, это называется пузырь. И он когда-нибудь... Пузырь, он дуется, он дуется. Будет дуться. Крупные строительные компании, говорят злые языки, если бы, вдруг они твои объемы жилья на складе, которые у них есть, ну, так образно, на складе, не проданы, реализовали бы по цене спроса, который, ну, тоже аналитики соответствующим образом оценивают, то они бы были бы банкротами и миды, и джаз, то есть сейчас все крупные игроки строительного рынка. Они работают, они осознанно выстраивают пирамидку, чтобы потом спекулировать тем, что у них есть заложники в виде их соакционеров. Они все это делают. Это уже не первый раз, Саша, делается в истории, когда условные девелоперы, заметите, они уже 300 раз попереименовывались. кто помнит Су-155-е? Никто. Поэтому пики, самолеты, ты, если внимательно посмотришь, а нам не кто они, а кто они, азм есть, это семейные холдинги, когда папа сенатор, сына губернатор, а брата, соответственно, девелопер. И это прям как бы никто особо это не скрывает. Ну, а вот что касается вот этого животворящего бюджетного импульса, который сейчас все много обсуждают. Он не уже животворящий, на самом деле, это опять к истории человечества. Пушки против масла, соответственно, это уже было. Даже сегодня на Валдай президент это упомянул, потому что я уже этот термин обратно... На Валдайском форуме, он на Валдай, по-моему, давно уже проходит. Этот нынешний в Сочи, по-моему. Да, 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 абсолютно верно, да, на Валдайском форуме. Я, потому что этот термин как-то ввернул, потому что он тоже есть у нас в обеих книжках, но даже, я знаю, что там ПСОшники это как-то на нашу речь цитируют, вот, даже в речь президента влилось, что там, типа, они не сыты, на самом деле пушки... и на пушки хватает, и на... Да, это был один из основных посылов речи на Валдай, да. Но я имел в виду другой, вот этот животворящий в кавычках импульс, он же частично был направлен и в строй сектора в виде дотации, вот эта годная ипотека, там же банки, банки уже компенсируются. До сих пор, да. Ну, а я извиняюсь, вот мы с Баглаевым когда говорили, он говорит, а что это за бюджетная политика такая, почему нельзя эти деньги направить не в пузырь куда-то, а допустим, ну, я извиняюсь за это слово, в то же самое импортозамещение, промышленности дать денег немножко. Нельзя. Авиапробу? Нет? Нельзя, потому что не возникает задолженность. Задолженность это хорошо. Задолженность это система контроля. Давай резюмируем, значит, 24-й год проскочим, в 25-м году уже жопой паспорт, но проскочим. Недвижимость, ты же не рекомендовал людям не покупать жилье, вообще не держать в кэше. Конечно, да. Люди в кэше, надо сказать, те, кто пользовались этими советами, они дурно себя чувствуют, они заработали больше всех. Я эти цифры приводил, что за последние 10 лет недвижимость, как бы она не подорожала, в долларах она подешевела. Фондовый индекс как бы не подорожал, в долларах он подешевел. Даже конкретные цифры приводил в своих эфирах. Так что все это уже... Ну, если мне злопамятность не изменяет, в январе американскую валюту можно было купить за 70 российских рублей, а сейчас ее можно продать за 98. Это 38%. поди хреново. И что будет с рынком жилья? Ну, вот это все интересует. Позарек будет дуться, ничего страшного, пусть дуется. Лопнет когда, в 25-й? Нет, ну, в 25-й, да, скорее всего, они отвыбираются. Наш выберется, Зеленский так постольку, поскольку. Трамп выберется, там портфели поделятся, они начнут подмораживать российско-украинский конфликт, и на этом фоне можно будет уже, как говорится, сдувать. То есть, если кто-то хочет купить квартиру, надо эти планы, да, дотянуть просто... Отложить года до 25-го, надежно до 26-го. Да, спокойно посидеть, да, если есть возможность. Друзья, ну вот, пожалуйста, полезно смотреть экономические выпуски по вечерам, разговоры двух барыг при цвете вечерней луны и завывании осеннего ветра на счет доходов, кстати. Значит, многие люди мне, ты знаешь, мне просто все позвонили, и когда, ну, у нас же широко объявлено, что у нас реально располагаемые доходы растут, там, зарплата вообще там каким стремительным домкратом. Вот, Зубаревич, пожалуй, что у них только там, как говорится, сокращают ставки, вот, то есть ни медицины, ни образования, это там никого не касается, понятно, что там, может, синие воротнички получают в ОПК больше, айтишники, и в среднем мы, значит, это как в этом пошлом анекдоте с Марией Ивановной, в среднем мы проститутки, то есть где-то в среднем там что-то там и подросло. Вот, но, ты знаешь, в среднем мы миллионеры, а на самом деле мы живем в счетах. Это мы все запикаем, значит, что касается, я-то у себя оставлю, да, но это, дополнительный резон подписаться на Потапенко прямой, там все идет без купюр. Егор Прокопьев из Карельского отделения Института экономики РАН, я вижу все по экономическим, значит, учреждениям шаришь, значит, в журнале регионология номер 2 за 23-й год, кому интересно, посмотрите. он говорит о том, что предоставляемые РАСТАТом данные не содержат о зарплатах, не содержат сведения о субъектах малого и среднего бизнеса. И он говорит, ребята, если посчитать эти доходы по налоговой отчетности, есть же 5 НДФЛ, вот сколько предприятия платят налогов с зарплаты, то вдруг внезапно окажется, что эти доходы не так сильно выросли, так нам об этом говорят. Конечно. Ты мне скажи, ну, давай, тут сейчас каминг-аут, у тебя же ООШка есть? Да. Ты себе зарплату начисляешь? Да. Ну, естественно, а как? А если я, например, ни на одной ООШке, которая моя, я никогда себе зарплату не начислял, вообще в принципе. То есть я сам у себя никогда не трудоустраивался, потому что бессмысленно, потому что отдавать еще 40% на пенсионный фонд, вот я вот каждый раз открываю свою эту пенсионную фонду. Которую ты либо не доживешь, либо там это самое. Саша, я вот открываю свой, ну, миллион. Что я на него смотрю? А он с каждым, при том, что это миллион в рублях. А если бы он был, если бы я его, вот он же формируется там уже ту его хучу лет, если бы просто вот все то же самое, без всякого пенсионного фонда, откладывалось просто в долларе, у меня там была совершенно другая сумма. А этот миллион будет к тому времени, когда я буду немощен, он будет там, что называется, на буханку хлеба. А всего-то надо было. Слушай, а я правильно понимаю, что, вот смотри, у нас сейчас бюджет на следующий год, что там доходная-расходная часть порядка 40, это 38 триллионов, там и так далее. А лет 10 назад и доходные-расходные части где-то там были 12-13-15 триллионов. Это означает, что за 10 лет рубль подешевел в три раза. Ну, то есть, росли очень не сильно, да? То есть, это вот просто надежный индикатор того, что в попугаях мы стали гораздо... Во всех смыслах этого слова. Саш, я просто вспоминаю про клятые 90. То есть, через 10 лет 300 тысяч у тебя останется от этого миллиона, если инфляция не ускорится. Ну, конечно. Ты знаешь, как я всегда оценил инфляцию по стоимости крузака. В 98-м году крузак в комплектации GX, это самая была дешманская комплектация, стоил 39 900 долларов. Ну, такая приличная комплектация 42 45 тысяч. А до крузака, напомню, напомню, что это вообще, кстати, феномен российского рынка, потому что сначала был черок машины норм. И то, что, надо сказать, америкосы просрали российский рынок епошкам, черок стоил не лоредо, а обычный, что называется. Он стоил... Лоредо — это самый простой. Да, лоредо, да. Вот, лоредо, значит, обычный там черок, гранд черок, он стоил 52 ксаря. А у меня, когда был СААП, СААП стоил... 9000? Да, у меня 9995 аэро был у меня. Да, 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 да. Очень-очень интеллигентная машина, очень проходит для нашей страны. Это был самолет. Слушай, у Кивилиди в Интерагра у них это была корпоративная машина, я там с ними как-то имел дело, мне как-то дали его под задницу. Слушай, я просто не знал, что там с этой машиной. Я, поскольку в нем ездил, я был молодой, красивый, мне было 27 лет. Короче, смотрите наши социальные сети, Саша там выкладывает наши фотки, он такой, он интеллигентный мальчик такой с папочкой и с портфеликом, а я такой не очень интеллигентный, ну как и сейчас, в общем-то ничего, морда ширкая, но в троечке, в троечке прямо. Ну экономика, друзья, это знаете, это и частные воспоминания людей о том, какая была обувь, какие были, это мы не то, что тут, знаете, как говорится, вечерком расслабились, вот эти все цифры, вот эти все раны, это все, понимаете, это все проекция на нашу такую пасконную сермяжку. Вот что мы купили сейчас, можем ли мы купить такую же машину, такие же кроссовки, ну вот там, понимаешь, рубашку нормально уже не купить, ну то есть вот там, где я их брал. Рубашки я только у тебя заказываю, по причине того, что... А тебя привезли последний раз-то или еще? Не-не-не, Лёлька. А, в дороге, не-не, все уже готово. Лёлька сказал, что шьет, потому что я даже перестал их покупать, потому что я... Вы-вы-то хоть в них что-то понимаете, я... Для меня рубашка существует по цвету, все. Она бывает белая или синяя. Я вот так рубашку я могу различить. А вот это все вот ваша вот эта вся история, мне когда Лёлька там спрашивают, а тебе какую, я мне так, я говорю, ворот такой-то, и чтобы она была по фигуре. И цвет либо белый, либо голубой, все. Поэтому я в рубашках понимаю ровно... Беспроигрышный, да. Да, беспроигрышный. Поэтому когда меня про рубашку спрашивают Бестл. Ну вот смотри, ты белый, я голубой, что говорить-то. Вот оно все, как говорится, все понятно. Ладно, по поводу... Про трусы спрашивают, да. Про трусы, да, но про трусы вообще не надо, это грустно просто. Что касается вот этой формы 5 НДФЛ, значит, средняя заработная плата оказалась вот вредлемый человек, это Прокопьев, ниже, чем по данным Ростата. Конечно. Но знаешь, у нас у барыг, у коммерсов есть два других индикатора. Логистика и розница. Вот что бы ни рассказывали, опять вот дают данные, что там где-то грузооборот что-то там подрос на пару процентов, где-то розница что-то там. Я этого по своим коллегам в своем кругу общения не вижу. Оно подросло. Это вообще безопасно так играть со статистикой, потому что я вот Баглаева... Нет, не безопасно, но еще раз. Янар, помнишь, в тысячи секунд он дал данные по, значит, бюллетень Минека, просто один показал, а второй, с прогнозом курса доллара. Дим, вот ты в своей структуре вызываешь к себе финансовый и говоришь, мы в следующем году делаем то-то, потому что Минек нам сказал, что в следующем году доллар будет такой-то. Ну я образно, ну не смейся, и в этот момент ты жестко пролетаешь. И тебе, знаешь, финансовый... Это что, такие шуточки, что ли? Ну это же... Господи, и тебе в этот момент финансовый, Дмитрий Ильич, я вас уволяю, конечно, вас люблю и уважаю, но давайте тогда... Уберите бумагу со стола, да, давайте... Да, уберите, давайте поговорим с вами как взрослые люди, и мы с вами слишком давно работаем, и каких только шмонов мы не проходили. Вас что, держат заложники? Тогда мигните два раза. Никак это... По годовалой давности, я сейчас не помню, значит, по версии Минека, вот сейчас доллар должен быть что-то вроде 69 или 70. Да, 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 да. А на следующий год они заложили 90. 91,2? Не важно, Саша. Или 92,4? Не важно, Саша. Ну это Ржака, но он сейчас... Хорошо, пусть они еще раз говорю, 90, чтобы не сносить людям нашим мостом. Он сейчас сотня. Для того, чтобы в следующем году он был в 90, это означает, что его нужно приопустить где-то в районе 70, хотя бы, то есть он должен сходить в 70, потом идти до, условно говоря, 115, и тогда в среднем он может получиться в 90. Не получается это никак. Следующий бюджет это такой завиральный бюджет, это прямо там... Нет, но есть исследование веба на эту тему, что, к сожалению, он что-то очень фигово исполняется. Там он не может быть исполнен, там эти 9 триллионов, которые не хотят получить доходов, они не получаются физически. Ты просто на уши можешь встать, но ты не получишь эти 9 триллионов. Не, но есть способы пополнить бюджет. Ну это понятно. После марта месяца что бы рубль... Они даже не в этом. Они бабки допечатывают, они на бабки выставят крупняк, они, естественно, соответственно, поднимут всякие оборотные налоги в целом, они на бабки выставят те компании, которые уходят с рынка. Все. То есть, как они будут действовать, это тоже понятно. Что там? Там, знаешь, тоже в ней секрет полишенели, как надуть эти 9 триллионов. Естественно, это выльется в товарную инфляцию процентов на 30. Все. Но нам не покажут такой размер инфляции в бюллетенях. Не, но в бюллетенях нам не покажут, а люди на своих карманах почувствуют. И что? Ну вот эти игры вечно, Саша. Проскочетка со статистикой. Это вообще что такое? Это халат? Нет, это обычная логика феодального. Еще раз говорю, феодальное государство. И со статистикой та же самая. Могу так нарисовать? Могу. Что вы мне предъявите? Пошли в жопу. Я вас не звал. Идите нахрен. По поводу доходов непременно. Занудство есть такая организация PricewaterhouseCoopers. Была, да. И у них даже был российский офис, который в 16-м году изобразил презентацию. И он нам сказал, что прочитав этот бюллетень, можно было выяснить, что потребительские привычки, возникающие в кризис, продолжают жить и после окончания. Конечно. Слушай, если учесть, что последние 15 лет вот начиная с восьмого, экономическая ситуация в России, ну давай так, она представляет один сплошной кризис с волнами. Вот, ну, степень тяжести разная, там, то захорошело, то полегчало, там, как-то так, то опять вниз, то ям, то канава. Значит, вот эти потребительские привычки бедного потребления, они уже должны были стать нормами поведения. Все люди, которые сидели в швейке, говорили, ну, есть же норма, но пальто не носится больше пяти лет, сейчас мы потерпим, а потом через два года к нам придут и купят три пальто, и мы отобьем всю свою вот эту вот жизнь в проголос, значит, вот в этот период, там, вот этой вот самоизоляции, там и так далее. Вот ты эту норму бедную наблюдаешь уже, и насколько она будет мешать вот любому сценарию восстановления? Это норма, это норма практически не выбиваем. Я даже сам себя ловлю, нет, да нет, я приду в магазин и не куплю коробку шпрот, коробку. А раньше покупал? А вот я, когда был молод и красив, я всегда приходил, как-то закупал окорока, там, коробкой. Сейчас я прихожу, и если я сам на автомате могу чисто случайно как это купить, потому что вот эта привычка, как говорится, собирать в том, чем меня будут хоронить, она еще от наших бабушек осталась. Так что нет, это за последние сто с лишним лет вот эта патологическая бедность внутри нас, она была, есть и остается. Это же и есть та самая неуверенность в завтрашнем дне, что такое привычки бедных? Это отсутствие уверенности в завтрашнем дне. А поскольку кризис этот уже то ли шестой, то ли седьмой, когда ты понимаешь, что шансов на то, что будет хорошо, не очень много, а что-то, что будет честно больше. Не, в это верится легко, да. Конечно, да. То есть, если вот ты там периодически даже, когда мне предъявляют, говорят, слушайте, вы что-то там жестите по прогнозам. Я говорю, да. Мне кажется, что я так и лайтовые вещи. Меня даже жалобы докатываются. Вы как с Димой поговорите, Демушкин, это самое, сразу мне начинает звонить и говорит, ты уточни, это они правда так думают или как? Или стебутся, да. Или стебутся. Ну, над больными людьми грех, как говорится, шутить. Да нет, 90% случаев люди же никогда не задают вопрос. Вот вы рассказали подобного рода сценарий, а как это, кротовый новор там есть? Я все, я всегда там, когда могу, отвечаю, говорю, что да, я знаю весь уровень вот этого, как это падение. Могу сказать, что не просто кротовый новор есть, а ты, я, для того и делаются прогнозы, чтобы понимать сначала чистую, неприкрытую картину, чтобы потом найти в них кротовый нор. Это и есть профессионализм управленца или владельца, соответственно, бизнеса. Без этого не работает. Нет, но еще, знаешь, чисто по-житейски сказать, вот масштаб накопленных проблем, он таков, что ты по-быстрому от этого не отскучишь, но это вот, это что называется категория жизненного опыта. Да, да, да. Завершающий вопрос, он такой исторический и можно даже сказать цивилизационный, вот переобщался я с политфилософами, вот, знаешь, известно же, что Александр Второй, который освободитель, он был не больше либералом, чем его папенька, и не больше либералом, чем Александр Третий, который был сейчас в таком фаворе, вот, но он сказал по поводу крепостного права, когда это все обсуждалось в верхах, он сказал, знаете что, друзья, если мы не отменим крепостное право сверху, его отменят снизу. На мой взгляд, довольно скоро материальные возможности, ну, то есть, так скажу, политкорректно экспериментировать с экономикой, они, будет сложнее, они на данный момент просто вот-вот закончатся, я имею в виду, это разворот на восток, вы знаете, вот мы потеряли, ну, традиционные рынки, это все сильно похоже. Мы не потеряли, Саша, мы их, извини, в соответствии с собственным желанием. Потеряли это, когда ты шел, шел, потерял, а когда ты осознанно идешь в сторону, все что-то потеряли. Знаешь, какая метафора по этому поводу, я где-то слышал, не моя, но она мне показалась удачной. Значит, продали в полцены газель с водкой, деньги пропили. Конечно, это было традиционно. На спичках экономим, на водке, пропиваем. Норма, это наша. Значит, вот, если и когда возможность там, значит, как-то сказать, вести рискованную экономическую политику будет исчерпана. Вот этот предел, как он будет выглядеть и как это отразится на бюджете? Ну, бюджет будет дефицитным. Я в широком смысле, я имею в виду, силовые структуры, значит, ну вот всех чиновников. последнее, что будут резать, это спецслужбы. Когда начнется, это я вот писал как раз в первой книге, которая называется «Честная книга о том, как делать бизнес в России», что последовательность будет инфраструктурные проекты, социалка, потом военка и только последний спецуров. до военки еще очень-очень далеко. Военка еще будет до 25-го года финансироваться как не в себя. И она будет драйвером следующего ВВП. Я хотел в нашу сегодняшнюю беседу вставить, там наткнулся где-то на статью о том, что ВВП по многим уже, вот помнишь, мы с тобой говорили, что показатель очень так себе. Условно говоря, взять алкаша в бабушкиной квартире, вот он взял, вынес, продал ее сервиз, он произвел ВВП. Да, он произвел. По методике. Реально, это же такой показатель, который говорит о том, прирастает ли твое национальное страновое домохозяйство. А в структуре нашего ВВП что там прирастает, я не пойму. Мы же продаем ресурсы. Просто ресурсы. Налево-направо, что называется. Построили мы торговые центры. Москва красавец, как мне сказала моя одна очень хорошая знакомая. Но закрыто 80 тысяч предприятий, как мне напомнил вредный Алексей Сергеевич Лапуш. Я бы на этой чаше весов торговые центры с заводами бы не сравнивал. То есть, мы за эти годы, мы в страновом смысле победнели, вот как домохозяйство. Мы технологически победнели, Саш. Более примитивно. Не мы производим эти гребаных китайцев. У нас был самый примитивный из возможных автопром. Мы сейчас делаем самый из примитивных автопром. Мы даже с точки зрения технологий производства в нефтехимии, в металлургии, в энергетике, мы находимся на одном из не первых, даже не в первой десятке технологических держав. Все определяют. Технологии. То есть, можно пирамиду построить рабами? Можно. Но быстрее она строится одним крановщиком или, условно говоря, еще одним строполем. Все. А можно и рабами. И то, и другое результат будет пирамида. В одном случае мы просто надуваем его в щеки, как мы с тобой периодически тут проезжаемся, про Китай-любах или по Китай-филам или кто-нибудь там. Вот. Есть еще слово на букву D. Китай-дроны. Да, да. Ну, дроны, да. Китай-дроны. Вот, да. То самое слово. Да. Вот. Поэтому это и то, и другое. Можно выдать пирамиду, что она хендмейт. А у вас там она бездуховная, но построена очень быстро из всего лишь одним крановщиком. Так что... Я к чему? Значит, вот как я же Александра Второго вспомнил не случайно, в какой-то момент в Верхе они будут вынуждены начать проводить какую-то... Ой, Саш, они будут вынуждены... Ну, Александр Второй был вынужден, ну, то есть это же... Тут, скорее, у нас будет просто дележка по-другому. Они не... Нет, Саш, не возникает причины следственной связи, что они будут заботиться о населении. Если население о себе не хочет заботиться, если население само на себя срет, как ворона, то никто не даст тебе освобождение, не бог не царит гера. Все традиционно. Давай тогда резюмируем таким образом, я бы предложил. Вот есть как бы разные взгляды на цивилизационный проект под названием Россия. По большому счету, если смотреть прямо вот совсем в общем плане, он может быть открытым и закрытым, да? Ну то есть ты понимаешь о чем ну и зрители. Значит, как мы выяснили в начале, да, чиновники класса крупные предприниматели. Я там еще много народу не упомянул, вот как-то натолкнулся на интервью Сергея Маркова, где он сказал, что все-таки мы, конечно, часть европейской цивилизации, это настолько несомненно, что даже обсуждать вот Владислав Юрьевич там, значит, рождением севера подлил масло в огонь. Вот этот проект коротко, хлестко, значит, это самое вариант России закрытый проект, вариант России открытый проект. Какой из них лучше, не спрашиваем, это очевидно. Значит, какие шансы для нас, ну, что касается конкретной, знаешь, как в теории статистики говорят реализация случайного процесса. Вот мы куда пойдем? В закрытый проект или в открытый? Мы пойдем в сторону фисташки. Поясни, пожалуйста. Фисташка всегда приоткрыта, но не открыта полностью, чтобы ее есть. Вот мы как фисташка. Мы полуоткрыто закрытый проект. Мы всегда, я всегда говорю, в России страна не до. Но мы не можем построить социализм, капитализм, коммунизм. Мы ничего, вот здесь мы всегда не до. Даже тоталитаризм мы не можем построить. Может быть, в этом и есть плюс. Мы всегда, как это, мы пытаемся быть умными и красивыми, а в итоге мы, что называется, провалимся в очко, по самой неболуси. политический философ Павел Щеллен, с которым мы сделаем, надеюсь, эфир на троих, сказал, что, значит, проекты развития, ошибки проектов развития делятся на две группы. Ошибка в исходном коде и ошибка исполнения. Ну, то есть, исходный код, это, условно говоря, где с самого начала... Я это называю ошибкой наведения. В теории управления это называется ошибка. Да, да, да. То есть, вначале что-то неправильно во временной перспективе или пространственной в конце отклонения. Просто она начинается до отклонения и начинается очень сильно расхождение. Или идея правильная, но делают криворуги. Вот у нас какой вариант? У нас третий вариант. У нас и ошибка наведения, и рукожока. Мы поэтому всегда у нас собственный путь. На самом деле, у нас никакого собственного пути. мы всегда подменяем... Я всегда... Россия — страна подвига. Это в первой книге было отражено. Мы как это... Лечь там в разу Рудзот, это к нам. А с девяти до шести нахер. Знаешь, я тут это самое как-то устыдился, что-то тут спутал Карлова-Елигова, решил, что он в восьмом веке, он оказался в десятом, ну и полез там в историю средних веков и его подтягивать. Но начал для верности с Рима. И вот ты знаешь, там оказалось, что высшие государственные должности в Риме, почему на них не было полюбейцев? Ну, кроме народных трибунов там и так далее. Да, потому что они не оплачивались. И там их могли занимать только патриции, ну, представители богатых родов, у которых было время потратить, ну, типа, за бесплатно на госнужды. И у которых были деньги, ну, грубо говоря, чтобы там жить чем-то другим. Вот это вот ситуация, когда в России, значит... Наша первая Государственная Дума, поскольку, когда я выдвигался, я поднял все исторические документы. Первая Государственная Дума был имущественный ценз. Нету бабок, шел нахер. И она не оплачивалась. Партии, я давно говорю, что партии должны существовать исключительно на собственные деньги. Все муниципальные должности не должны оплачиваться. Вообще, в принципе, как класс. Тогда туда придут люди, которые что-то до этого сделали руками, заработали, и есть еще. Сначала это приведет, поскольку это надо делать медленно, но постепенно, потому что это приведет к хаосу. Оттуда начнут сдергиваться всякие сопляжи и толстожопы, которые, собственно говоря, нетленной рукой, понимая, что они сами себе обеспечили бронь, посылают людей на смерть. Если бы эти люди призывали, как говорится, из-за ленточки, как говорится, было бы респект и уважуха. А когда они чувствуют, что называется, собственную прикрышку, в этом-то наши проблемы. И это относится в целом, как говорится, к мироустройству, не только в Российской Федерации. Поэтому это ничего общего не имеет. Так что все традиционно, Саша, со времен Адамовых ничего не менялось. А с библейских времен, извини, это самое сказанное, что мало ли, кто что болтает. Люди, мне часто и в личке, у тебя тоже такой же, наверное, входящий информационный поток, говорят, а вот тот сказал, кто сказал. Мало ли, кто что сказал. А написано, по плодам их узнаете? Да, именно так. Ну а люди пока все-таки продолжают слушать, что говорят, но я надеюсь, что наша аудитория, которая к концу этого видео, обязательно поставит лайк этой трансляции, подпишется на Потапенко основной, подпишется на Потапенко прямой. Я надеюсь, что до выборов вражескую платформу YouTube не буду трогать, но чтобы, как говорится, так что еще пять месяцев можем поработать и что-нибудь интересного узнать. А сегодня было много чего сказано и по недвижимости, и по доллару, друзья. Так что я надеюсь, что вы с пользой провели время. Ну а мы провели это время с удовольствием. На самом деле, я на самом деле сейчас уже жалею, что мы не постримили. Может быть, нам бы что-нибудь там подкрыли. Я тебе предлагал. Ты просто перебздел зря. Ну я перфекционист, я думаю, а что это? Саша, ну я не хер с ним, господи. Поверь мне, для людей важны ты клочкуешь, что ты там что-то будешь не готов. Ты абсолютно готов. Так что в следующий раз не ссы, говорила моя бабушка, которая таскала раненых с фронта на себе и сумку, соответственно, со связью. Несыв компот, там повар ноги моет. А это поколение было великим, несмотря на такие жесткие поговорки. А нам пока-то в современной истории гордиться нечем. Я вот вспоминаю, как один деятель, значит, это самое сопредельно страны, обращаясь к своим подписчикам тире там потенциальным избирателям сказал, ну вот, блин, что с вами делать? Вы же, говорят, кому угодно, не за понюшку в бардаку, как говорится, отдадите голоса, а просто за то, что кто-то вас назовет великий. Что у вас великого? Ты вон на себя посмотрите. Какие-то показатели ВВП можете привести, какие-то достижения научно-технического прогресса. Кто похвалит меня, лучше всех, кто-то получит сладкую конфету. Советский мультик, по-моему, 50 какого-то года. Все, Трависон. Вот наша аудитория не такая, друзья. Давайте, как говорится, это нашли своих, покрылись. Не забывайте подписываться, ждите стрима, он будет в октябре месяце, я надеюсь, где-то в районе середины месяца, может быть, второй декады. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует...